У нас очень часто этот вопрос в группе возникает. У нас, знаете, подача на рабочую грин-карту или визу со статуса, который не является статусом, мы знаем, как бы, ну, с ожидания интервью по убежищу. Знаете, такое очень многие мошенники рассказывают, что вот давайте мы это сделаем, но мы очень редко видим людей, которые реально это сделали. В Франции не очень хорошие, что желательно, значит, когда подается документ на ИБ-3, и желательно, чтобы дело попало к судье. То есть вот мы замораживаем кейс, да, мы его замораживаем. Но уже в миграционном суде, то есть уже отказали. Попробовал по 140-й форме, да, и подаем, значит, в USCIS, и параллельно я подаю судье. И вот у меня, так сказать, те мои кейсы, где я получала, я обычно получаю, дают грин-карту судье. Потому что легче договориться, чем с USCIS, поверьте мне. Они начинают трепать, они начинают морочить голову. Есть статус, нет статуса, asylum-статус, вечно к этому цепляются и так далее. И там, значит, только судье можно объяснить в легальных выражениях, и используя терминологию, и используя необходимые прецеденты, что человеку полагается, невзирая на то, что он был в asylum-статус, в таком статус, в другом статус, и судьи на это идут. Грин-карта по работе. О, здорово, слушайте. Через суд. И не надо выезжать никуда, самое главное. То есть вот эта вся странная схема с тем, что когда мы поедем, мы будем надеяться, что консульство, которое тоже еще более непредсказуемое, чем иммиграционная служба, что-то там решит, это тоже нет. Я сейчас не разрешаю моим клиентам на консульство надеяться даже в самых простецких вопросах. Ну, там, допустим, визу невесты, ее невозможно получить отсюда, окей? Но все остальные визы, все те визы по соединению семьи, которые возможно получить в США, или по лотереи грин-карты и так далее, я прошу, я даже требую, чтобы по возможности получали отсюда. Держитесь, да, подальше от консульства, как в самых крайних случаях. Что делаете в США? Kiss of death. Kiss of death. Это хороший вывод. Мне это нравится. Kiss of death, да, чем мы, как бы, это правда, это непредсказуемая ситуация, к сожалению, да? Там нет права на адвоката, и, к сожалению, они, вот здесь, например, офицеры, ну, в последнее время не очень, но, как правило, те, по крайней мере, кто меня знает, это те, кого я знаю, они достаточно гибкие, окей? Здесь можно как-то объяснить, договориться, все-таки адвокат включается. Адвокат говорит, ну, офицер, ну, посмотрите на другие факторы, окей? Вы смотрите на негатив, а давайте посмотрим на позитив. У них всегда есть discretion, окей? Право на свое усмотрение, да? Сейчас при Байдене этот discretion, я надеюсь, будет в большей степени использоваться. В консульстве ничего этого нет. У вас нет права на адвоката. Вы сами не знаете, какие факторы работают, какие нет. Вы не понимаете ничего, что есть discretion. Вы не понимаете, что надо как бы подчеркивать, а что надо к минимуму сводить. Это то, чем я занимаюсь здесь каждый день, окей? Поэтому здесь уже наработана, так сказать, рука, наработана, не хочу говорить слово схема, потому что оно такое левое слово, но наработана модель, окей? При интервью, и все факторы я отрабатываю заранее и использую их по максимуму в интересах клиента. Поэтому ничего этого в консульстве ожидать нельзя. Я хотела сразу озвучить вопрос Николая, потому что он как раз по этой же теме, которую мы сейчас обсуждаем. Так, Николай. Николай Гольман. Мы ожидаем индивидуального слушания в суде, и все адвокаты говорили, что невозможно претендовать на грин-карту по работе. Сейчас услышал, что это реально. То есть только что одно, как бы то, что мы обсуждали. Дорогие слушатели, каждый кейс индивидуальный. То, что реально и то, что возможно в теории, требует еще очень больших приложений усилий со стороны адвоката, чтобы судья увидел, поверил и был убежден. Поэтому здесь есть много факторов. В теории – да, но в практике надо смотреть, надо разбираться, надо готовить все это очень спешно. Но если она говорит, что они подали прошение на убежище, пока были в статусе туристов, то есть в теории, да, вы могли бы… То есть, Николай, я сразу говорю, видите, телефончик у нас, как бы имейл по бегущей стратегии. Учим, я помню, что у меня был судья Волч, как сейчас я помню. И это очень… он бизнес-ориент от судья. И опять же к нему мы подъехали с этой стороны, с той стороны, объясняли так, объясняли сяк. В общем, короче, мы его убедили. Но это должно сразу… Надо понимать судью, надо понимать, так сказать, ментальность суда, потому что в каждом городе, допустим, это может отличаться. В общем, с каждым кейсом надо работать с разными факторами индивидуально. Ну и можно переехать, как бы, в другой штат и привести дело в другой штат, если… Судья Волч, и сейчас он съедитель. Поэтому я своим клиентам говорю, если вы хотите к нему попасть… Он не очень хорош, кстати, по убежищу, он не любит давать убежище. А вот такие кейсы, связанные с бизнесом, он любит. Николай, я вам очень рекомендую просто проконсультироваться лично с Татьяной. Не безумных денег стоит. Всегда прошу озвучивать стоимость первой консультации. Далее участников группы в том числе. Можете озвучить, Татьяна, чтобы люди не пугались, что, как бы, они сейчас разорятся прямо уже? Мои расценки очень-очень разумные, окей? Я беру примерно, ну, в зависимости от кейса, за убежище я беру за 20 часов своей работы, чтобы подготовить кейс от начала до конца. Это примерно 8 тысяч, получается, долларов. За кейс, где нету серьезных проблем, и где я в среднем тратим примерно от 60 до 80 часов, но беру я за 20 часов. И мне всегда можно делать платежи. Это я... То есть платить поэтапно. Даже наша Маша, которая начала, сразу спрашивала. Частями можно. Да, можно платить частями. Я бы платила частями, кстати, за свой иммиграционный кейс, ну, тремя частями. Это потом уходит в суд, я не беру дважды. Я это дело, как бы, могу там дополнить, добавить. Я за это тоже не беру отдельно. И в суде я беру только за дополнительные требования. Если, например, выставляют в суде требования, ему очень часто судей просят легальный аргумент в письменном, почему человеку полагается убежище. И, конечно, для клиента это тоже очень важно. За это я беру отдельно. И за каждое появление в суде я тоже беру отдельно. Продолжение следует...